Девушки отдыхают Научный злобный план Замыслили они Чтобы землю захватить И всех поработить Вот пинкер, вот и мозг Вот пинкер, вот и мозг Наивный саентизм Несложно объяснить Их дополняет власть Ведь жизнь их удалась Вот пинкер, вот пинкер, вот и мозг Мозг, 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 мозг Неверонауке, биология Бряк! Бряк, ребят, бряк Здрасте Здрасте, с вами я Александр Шадов, кандидат философских наук Антисиентист Скептик абсолютный Поэт, писатель Все вот это вот такое Вы, короче, меня знаете, наверное Если вы здесь на канале Осьминог бесконечности Да, кринж Да, кринж, короче, есть такое Да Так вот, мы сегодня разбираем вторую часть Вторую часть, разбор чистого листа Часть вторая, страх и ненависть Но она покороче предыдущей Кстати, я, может быть, даже и переборщил с тем, что она выйдет на 2 часа Вот конкретно эта штука, может быть, и на полтора получится на самом деле Что хорошо Что меня бесконечно радует В общем, друзья, я рад вас приветствовать снова В прошлый раз мы выяснили, что Пинкер Ну, как-то не очень хорошо подошел к исторической части разбора Да, не очень хорошо подошел к исторической части разбора К сожалению или к счастью? Я не знаю, да Мне к счастью, потому что мне было выгодно его разнести, как говорится Для Пинкера, к сожалению, и для фанатов Пинкера, к сожалению Разбор там у него, ну, собственно, такой себе, честно говоря Могло бы быть намного лучше, в разы лучше То есть могло бы быть техничнее, могло бы быть более сложно Могло бы быть куда более интересно Но, к сожалению, это было скучно, это было неинтересно Это было неправильно Да, многие вещи просто буквально, ну, чуть ли там не клеветой попахивают Интеллектуальные, то есть, дайте, когда человек клевещет о взглядах других людей Вот, вот это вот так вот можно даже иногда обозначить Ну, и в этом плане Пинкер, конечно, мне кажется, несколько недобросовестно, в общем, поступил Недобросовестно, в общем-то, он поступил При этом всё мы пытаемся, мы, мы, лично я, лично мы, лично мы все, кто здесь находимся Пытаемся на самом деле понять, отчего же Пинкер на самом деле хочет Ну, и кажется, Пинкер хочет быть правым, и всё, и всё, видимо Так вот, часть вторая Страх и ненависть В Лас-Вегасе А, нет, просто страх и ненависть Глава шестая Учёные и политики Там будет две главы, если я не ошибаюсь здесь Ну, и мы начинаем с учёных-политиков Цитируем Пинкера, начинаем цитировать Пинкера Темы обусловленных природой различий между людьми имеет явный политический подтекст И я исследую её в следующих главах Однако некоторые учёные были возмущены и таким, казалось бы, безобидным заявлением Что люди имеют врождённые общие черты Меня, на самом деле, немножко уже здесь, да, знаете, немножко коробит Как вообще можно возмутиться утверждением о том, что у людей есть общие черты? Две руки Две ноги Глаза Голова Это же общие черты? Это общие черты Схожая анатомия, это общие черты? Это общие черты Физиология общие? Общие черты, конечно Кто бы мог вообще удивиться тому, что учёные обнаружили, что и в работе мозга есть общие механизмы? Ну, представьте себе, да? Представьте себе таких людей Мне даже кажется, что было бы даже невозможно себе представить такую ситуацию, при которой работа каждого мозга абсолютно во всех смыслах и во всех направлениях уникальна Да С одной стороны Мне кажется, даже вот уже можно было заранее предположить Вот мы начинаем исследовать мозг Вообще, в принципе, да, что наука делает, когда исследует? Находит общие черты и общие законы То есть, вообще, думать о том, что наука не найдёт чего-то общего в работе мозга Это из разряда... Ну, даже, там, 100 или 200 лет назад Это просто из разряда умственной отсталости, на самом деле Для науки такая методология Она специально находит общие черты Успокойтесь, да? Она точно найдёт общие черты Что бы она там ни исследовала Найдёт, не бойтесь Да Либо эти общие черты, либо немного другие общие черты Но общие черты, в любом случае, наука бы нашла, да? В этой области Это просто очевидно И мне кажется, здесь даже спорить-то я особо, как бы, не с чем Мне кажется, Пинкер, он, опять же Пытается представить своих оппонентов Тупыми И просто тупыми И очень тупыми людьми Которые, ну, просто очень тупые Они вообще мега тупые, видимо Это всё же... Это единственное, как я могу оправдать Так называемую вот эту вот Это так называемое возмущение Да Мне просто, опять же, кажется, что Пинкер Намеренно делает из своих оппонентов Эмоциональных кретинов Которые не оценивают предложенные аргументы А, как умеют, да? Но просто именно, что злятся Ненавидят Возмущаются Когда кто-то озвучивает тезисы В духе у человека две руки Там, два плюс два, четыре А он такой Нет! Нет! Это неправда! И ничего больше дальше не следует Да, никаких контраргументов Никаких пояснений позиции В общем, дальше не идёт Как будто бы, да? Как будто бы И тут Пинкер такой выходит и говорит Ну, вообще-то Ну, вообще-то у человека две руки Вообще-то две Вот одна и вот вторая Уся, посмотрите, тоже одна и вторая И Пинкер такой Я победил в этом споре Вот такой вот я молодец Как-то вот так это всё выглядит В спорах с Пинкером Это странно Проблема Пинкера, да Заключает в том Что он не формулирует позицию своих оппонентов Так, чтобы могли узнать В них реальные позиции Реальных учёных и живых людей Но учёных, исследователей Социологов, культурологов И так далее, так далее, так далее Дай бог процитируют Что-то вне контекста И типа мы должны из этого делать Далеко идущие выводы Как сам Пинкер Но мы не должны К счастью Поехали Пол Экман обнаружил, что улыбка Нахмуренные брови Предрительная ухмылка Гримасы и другие выражения лица Одинаково выглядят и понимаются По всему миру Даже среди диких племён Никогда не контактировавших С западными цивилизациями Это открытие убеждал он Подтверждает два заявления Сделанных Дарвину в 1872 году В его книге Выражение эмоций у человека и животных Одно о том, что Свойства выражать эмоции Человеческие лица Обрели в процессе эволюции Другое Радикальное для времени Дарвина Что все расы Произошли от общего предка Сравнительно недавно Несмотря на эти Водушевляющие заявления Маргарет Мидт Назвала работу Экмана Возмутительной Отталкивающей И позорной Вот как-то так Ну на самом деле Я бы еще проверил Этого пола Экмана Потому что Ну не верится Не верится Не верится Не верится Соответственно не верится В общем-то даже и непонятно Как человек может считывать Всегда улыбку Как нечто Не знаю там Позитивное Потому что мы улыбки Даже по-разному считываем Есть там ухмылка какая-нибудь Там есть там озлобленная улыбка Там еще что-нибудь Это довольно сложная культура Этой самой улыбки И ее восприятие Так что я не думаю Я не думаю Что я даже считываю Улыбки одинаково Разные улыбки По-разному считываются И нахмуренные брови По-разному считываются То есть мы Мы уже пола Экмана Можем разъебать В плане того Что мы можем прямо сейчас Взять сами и проехать Вот вы нахмуренные брови Всегда рассчитываете Как там большую злость Вот я вот так вот сделаю Вы думаете что я злюсь Если вы так думаете Вы идиоты Простите да Я просто нахмурил брови Ребята Я просто нахмурил брови У некоторых людей Просто брови вот так вот стоят На самом деле Если вы каждого Если вы о каждом думаете Что он озлобился В данный момент Ну у вас большие проблемы С интеллектом Судя по всему Я даже более того скажу Что именно в нашей культуре Это еще все Ну как-то По-разному воспринимается То есть Пол Экман Уже здесь Знаете Крайне сомнительные вещи Говорит Нам не нужны никакие дикие племена Нам не нужны Какие-то другие культуры Мы уже на базе своей культуры Можем сказать Что все не так уж и однозначно А тут разделяется улыбка И презрительная ухмылка Ну блин А как их разделить Вот это Вот это улыбка Или презрительная ухмылка Что это вообще Что с этим делать Короче Непонятно Короче Непонятно Как-то мы на базе Уже своей культуры Можем даже сказать Что это наверное Не так Это неправда Пол Экман Как-то видимо Предвзято оценивал Данный вопрос Ну Наверное Можно предположить Если это не соответствует Нашему личному опыту Нашему личному Общему опыту Вероятно Опыту нашей культуры Нашего общества То наверное Что-то Пол Экман Там напридумывал Себе Есть предположение Надо конечно достоверно Все это проверять Разбирать Я не считаю его Работой Возмутительными Отталкивающими И позорными Но Вот на первый взгляд То рассуждение Которое нам привел Пинкер Оно Не вызывает Никакого доверия Вот Также да Я бы не назвал Эти заявления Возмутительными Отталкивающими Но для того Что улыбка На хмуренные брови Презрительная ухмылка Гребация И другие выражения Распознаются везде Одинаково В этом я тоже не уверен Ага Да Вот Потому что я не могу Быть уверен в этом Потому что я разбираю Позицию сейчас психолога Который вообще не разбирается В культурологии И этнологии К вопросу Да Я именно Экман вроде Он тоже психолог Если я не ошибаюсь Ну не важно Ну Пинкер Экман Тут мы как бы будем Вот так вот Немножко абстрактно К этому подходить К сожалению Да Я не читал работы Экмана Прошу прощения Мне заплатили Только за разбор Пинкера Чистого листа То есть Да Если бы я еще читал Все источники Которые На которые он ссылается Потому что пришлось бы Эту Маргарет Мид Зачитывать безостановочно Что тоже там Десятки книг Пришлось бы Пола Экмана Зачитывать Пришлось бы Зачитывать Основателей Бехевиоризма И я думаю Это было бы Кстати очень круто В плане того Что можно было бы По фактам Разнести Пинкера Еще раз Еще более основательно Но У меня столько времени нет Я не готов тратить Всю свою жизнь На разнос Пинкера Как минимум Но относительно Положения Пола Экмана Которого здесь озвучивается В том виде В каком оно здесь Озвучивается Может быть Еще и Пинкер Неправильно Пола Экмана Понял Всякая же может быть Здесь нечистое цитирование И даже не цитируется Достаточно большие Объемы текста Поэтому говорить о том Что Пинкер здесь прав Все же не приходится Ну как не приходится Может быть Может и не прав Пинкер уже Несколько раз нас поражал Культурой цитирования Высочайший Так вот В целом В целом В целом Все это мне не кажется Возмутительным Этот факт Который вот сейчас Пол Экмана Озвучивает Если это вообще факт Потому что в этом Можешь сомневаться Просто им не противоречит Следует заметить Не противоречит Чистому листу Например Не знаю Не противоречит Всем концепциям Которые были выше А Нет Он также не противоречит Вот этим заявлениям Об эволюции На самом деле Что тоже важно Те же самые механизмы Улыбок Гримас И прочей Вот этой вот темы Перечисленной Они могли бы быть Ну Такими же Даже без эволюции Ну Бог в нас Встроил Вот такие вот Механизмы В общем Конец Конец Да Например Такое объяснение Там Злокозненный демон Создал у нас Такие механизмы Что-нибудь еще Появилось То есть Все эти Описания Этих механизмов Никак не свидетельствуют О том Что Дарвин прав Они просто Не противоречат Позиции Дарвина Мне кажется Вот фундаментальная Проблема Для многих Людей Которые увлекаются Наукой Саентизмом И прочей Вот этой фигней Она заключается В том Что они путают Доказательства И приведение Фактов Которые не Противоречат Собственно Позиции Ну например Я не знаю Ничто не противоречит Тому В этом плане Ученые Они как-то Вот так вот И действуют Обычно У нас есть теория И мы начинаем Перечислять Те вещи Которые ей Не противоречат И думаем Что это доказательство Ну это нифига Не доказательство Да Так вот Мы при всех тех же данных Можем кстати сказать Что это свойство Выражать эмоции Было обретено Культурно И закрепилось Во всех обществах Просто можем так сказать То есть были Какие-то базовые Культурные положения В древних обществах И они просто Все там племена Которые Ими обладали Они в общем-то Размножились И передавали Эти культурные особенности Дальше Вот такое объяснение Мы можем дать вам С точки зрения Какой-то там культурологии Допустим Почему нет Why not Но нет Но нет Мы даем единственное Биологическое объяснение Просто потому что Просто потому что Почему Просто потому что Причин не будет Причин никаких не будет Потому что мы просто Научные догматики Других причин Нам и не надо Также непонятно Что это доказывает Что все расы Произошли от общего предка Сравнительно недавно Во-первых Не доказывает Просто не противоречит И не противоречит Огромному количеству Других собственно Теорий Без дополнительной информации Такое заявление Смотрится категорически Слабым Как мне видят Отсуждения Пола Экмана Не являются Возмутительными Отталкивающими Как написал Они просто абсолютно В ответ Обширный критический Что дюргемик Буквально Буквально по одному Других Может быть Буквально по одному Буквально Буквально по одному Продвигать Буквально по одному Буквально по одному Буквально по одному Из этого мы получаем Значительное количество Трудностей И сложностей Более того Сама социология Та же социология Она не вполне однородна То есть это не как В естественных науках Там тупо Одна призма Да вот тупо Одна призма У нас имеется Нет Социологии много призм Социология Сама себя внутри Очень активно критикует Как и многие Другие дисциплины Включая гуманитарные Вот в гуманитарных Дисциплинах Тоже много разных Подходов Неожиданно Прямо именно подходов Прямо радикально Противоречащих друг другу Если у естественных наук Есть какой-то Более-менее связанный Научный метод Который позволяет Все там редуцировать Рядом друг с другом Да И в принципе Установки очень похожи Внутри социологии И внутри Той же Философии Там Или какой-нибудь Даже Не знаю Какой-нибудь искусствоведении Подходы могут быть Абсолютно противоположными Не дополняющими Друг друга И противоречащими Друг другу Да соответственно Причем они Не как в научных дисциплинах Заменяют друг друга Да Что лучше То и заменяет Они вместе Сосуществуют И развиваются Как-то вот так Вот это работает В других дисциплинах И поэтому Абсолютно неудивительно Если вы предлагаете Нам какую-то Альтернативную Социобиологию Неудивительно Что представители Сообщества Социологов Начнут Это все Активно критиковать Вообще Не было бы Никаких сомнений Что это так будет происходить Тем более Важно заметить Что Уилсон Автор книги Является биологом То есть От него нет никакого смысла Ждать глубокие знания И социологии Критика тоже очевидна Опять же Да Биолог лезет в социологию Причем Это наверное Одна из таких важных И первых мощных попыток Пролезть в социологию От биологии Ну и соответственно Критика сразу Ну конечно критика А как Как тут без критики Это критика должна быть Не могло здесь не быть критики Простите Абсолютно неудивительно Что социологи Пришли в состояние Негодования И начали критиковать Человека Который использовал Название их дисциплины На самом деле Все эти нападки Пинкера Нападки Пинкера Теперь Видите На противников Биологии И сторонников Биологических трактовок Всего на свете Показывает Его ангажированность Он даже не желает Подробно разобрать А в чем же Саленс был Собственно Прав Или не прав Он просто говорит Саленс Лох Просто лох И все Просто получается Что опять эти тупые Социологи Гуманитарии Не приняли Не поняли Умнейшего технаря Биолога И начали незаслуженно Поливать его грязью Без каких-либо других Аргументов Какая-то однобокая Картина В которой биологизаторы Не могут ошибаться А их противники Всегда ошибаются И всегда делают Это на базе Банальных эмоций Понимаете В чем дело Вот такая картина Мне кажется Неприемлемой Когда мы рисуем Наших оппонентов Полными идиотами Это неправда Даже я разбираю Книжку Пинкера Хотя к Пинкеру Я не испытываю Никаких позитивных эмоций И вижу его Тотальную ангажированность Я все же отмечаю Что здесь Есть огромное количество Интересных Заметок Перечисления Разных фактов Интересных Основная Кова повествования Конечно Она базируется На ошибке Восприятия Чистого листа лока Это первое Это первое и главное Что мы подчеркнем здесь Вторая проблема Это собственно Тотальный Саентизм И наукцентризм Это вот тоже Безусловный минус Для книжки В данном случае Что и Зачем и скрывается Ангажированность Но у книжки Есть некоторые Хорошие моменты Да Ужасная культура Цитирования Замечу Также у Пинкера В этой книге Просто отвратительная Культура цитирования Ему просто Пофиг Короче Ему просто пофиг На что там эти люди Думали Что они там считали Позиции оппонентов Это хорошая идея Но мы так не считаем На самом деле Да Это из минусов Но есть и плюсы И плюсов тоже немало И мы их подчеркиваем То есть Вот-вот-вот Как надо Подчеркивать Плюсы и минусы И вообще все Особенно когда вы критикуете Позицию оппонента Которую желательно Ну хотя бы В общих чертах Полностью выразить Неплохо было бы Ее полностью выразить В общих чертах Как бы Стивен Стивен Как вам не стыдно Да Вот И это действительно страшно Потому что Потому что это просто Блин Такое вот Для подтверждения того Что у этих людей Банальные эмоции Просто банальные эмоции Без аргументов Он берет и начинает Цитировать разные Высказывания Для подтверждения Данной позиции Разные там Вот эти строчки Где просто Используется слово Вульгарный Там не знаю Мы возмущены Там вот это вот Возмутительный Отталкивающий Позорный Ну кто-то где-то Это написал И чего Сколько Пинкер своих оппонентов Оскорбляет На самом деле И он считает Что это нормально Ну я тоже считаю Допустимо То есть Мы имеем право На эмоциональную оценку Академики Имеют право На эмоциональную оценку Ребят Даже академики Имеют право На эмоциональную оценку Не отнимайте у них Этой возможности Мы конечно Всегда можем им сказать Щелкнуть по носу И сказать Ну вообще-то Давайте без оценочных суждений Они такие Ну ладно И аргументы Все равно у них Там скорее всего Какие-то есть Вот На мой взгляд Вся проблема Пинкера заключается в том Что он не может взглянуть На процесс познания Плюралистически Он верит только в один метод И только в один подход А другие Даже не рассматривает И шансы им не дает И отсюда вырастает Все вот это вот Его недовольство Продолжаем цитировать Пинкера Книга Саленза Называлась Употребление биологии И злоупотребление Ею В качестве примера Предлагаемого Злоупотребления Подавалась идея Что теория Гамильтона О совокупности Способности Может объяснить Важность родственных связей В жизни человека Гамильтон Показал Как могла эволюционировать Тенденция Жертвовать Чем-либо Ради родственников У родственников Есть общие гены Так что Ген Который Подталкивает Организм Помогает родственнику Косвенно помогает Собственной копии Ген будет Размножаться Если Издержки Связанные С помощью Меньше Чем Выигрыш Доставшийся Родственнику С учетом Степени Родства Опять же Как могла Эволюционировать Тенденция Ну могла Как говорится И могла А могла Не эволюционировать Могла Там богом Быть дана Могла Быть дана Кем угодно Опять Не доказательство Более того Не доказательство Этот Даже еще Не факт То что Здесь Перечисляется Такой Кринж Я даже Не могу Понять Почему Никакая критика Этому положению Не является Уместной Серьезно Что ли Господи Так тут Такая Чепуха Написана В принципе Это какая-то Не фальсифицируемая Ерунда Что человек Оценивает Всех остальных По своим Генам И начинает Жертвовать Своей жизнью Ради родственников Потому что У него свои Гены Он защищает Человек гены Не осознает Вы сумасшедшие Что ли Это не фальсифицируемая Теория Вы не можете Доказать Что человек Так поступает Ради родственников Даже если вы Статистику Какую-то Соберете Человек этого Просто не осознает Он этого не продумывает Ой, я сейчас Свои гены защищу Я на своем примере Могу сказать Что просто Блин, я не знаю 99% Своих родственников Там двоюродных Братьев Это люди Мне вообще Абсолютно чужие Если Если мне скажут Шадов Короче Выбирай Либо вот Они твои родственники Умирают Там 99% Твоих родственников Которых ты даже Не знаешь Не видел И вообще Да, вот они Твои родственники А вот это Чужие люди Просто рандомные Я еще и спрошу А что за чужие люди Может там профессора Есть какие-нибудь Может там есть Какие-то интересные Академики Может там умные люди Есть Может там писатели Поэты есть Интересные Э, там этих-то В моих родственниках Там ничего нет Здесь все понятно Да А может тут есть Какие-то полезные люди Для общества Может они могут Общество лучше сделать С чего это Я буду выбирать Тогда родственников Зачем мне эти родственники Более того В рамках буддизма Есть даже такая программа В которой вы доводите себя До состояния Когда вы даже Там свою родную мать Собственно Не цените выше Чем всех остальных То есть Биологическую программу Так легко обмануть Получается Неожиданно Ну бывает 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 Конечно Такая уж Такая уж Биологическая программа Ее очень слишком легко Обмануть Хорошо Допустим Ну просто Лично по себе Я ничего подобного Не чувствую Если мне скажут Вот выбирай Выбирай Кто выживет Вот от тебя зависит Единственное Наверное Ну Мать не выберу Да Чтобы если Выбор между матерью Профессором Выбор будет За матерью Потому что Ну как бы Я с этим человеком Очень много прожил И в принципе Ну в общем-то И привык к человеку И так далее И так далее И так далее Но я бы не сказал Что это биологическая привязка Понимаете В чем дело Я бы сказал Что это скорее Социальная привязка Именно потому Что если бы Я эту мать Никогда в жизни Не видел И мне вдруг сказали Так это кровинушка Твоя мама Твоя родненькая И так далее Я бы такой Да Наплевать Тогда наверное Почти На 99% Я уверен в том Что я бы так и отреагировал Если бы Я не видел Свою мать с рождения И вдруг мне сказали Это твоя мать И вот тебе выбор Вот твоя Либо твоя мать умирает Либо какой-нибудь Профессор по философии Я бы сказал Так пусть мать Эта умирает Соответственно Профессор здесь важнее Профессор по философии Важнее Он делает интеллектуальную работу Он переводит тексты Он в общем-то Обществу нашему Помогает Так или иначе Короче Полезный человек Полезный человек Вот Неважно Какой он Аналитический философ Континентальный философ Переводчик Не переводчик Неважно Он все равно Будет полезнее Чем какая-то Рандомная В общем-то Женщина Которая По некоторой Случайности Вот является Моей матерью При этом Она меня Допустим Не воспитывала И при этом Допустим У меня нет С ней никаких Социальных И культурных Связей Нас с ней Ничего не роднит Вообще В принципе Кроме Крови Так скажем И В рамках Такой выбор Дадут Вот Выбрать мать Чтобы ее Короче Вообще Никакого Никакой проблемы Здесь не стоит На самом деле Вот Ну и соответственно Жертвовать своей жизнью Ради незнакомой Женщины Которая По некоторой Случайности Оказалась Моей матерью Да Я бы тоже Не стал Например Вот То есть Просто Сам факт Кровного родства Для меня Не делает Вообще Ничего То есть В моем Внутреннем Представлении Это абсолютный Ноль Просто Лишь Кровное Родство Для меня Не значит Ровным счетом Ничего Ничего Ноль 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 Абсолютный Ноль Вот лично По моим ощущениям Я здесь говорю Я так же думаю Что для большинства Людей У которых Там нету Родителей Или те Кого родители Бросили Там отец Ушел из семьи Вы же не будете Жертвовать своей жизнью Ради отца Ну Который ушел из семьи И вас никогда не навещал И вдруг он там Появился И вот он плывет Там не знаю По реке И вы можете спрыгнуть И попробовать его спасти Вы наверное Не попробуйте Ну и пошел нахуй Где пошел нахуй Старик Вдохни Понимаете В чем дело Причем статистически Статистически Если мы это будем проверять Скорее всего Скорее всего Окажется Что ну Большинство людей Все же Склонны Жертвовать своей жизнью Может быть Ради своих родственников Ну потому что Они знают своих родственников Потому что Они эти родственники Их воспитывали Потому что Здесь очень большой Культурный аспект И в общем-то Да Вот это Социальная доминанта Будет Да То что Они воспитывались в семье У них очень большие Привязанности к этой семье И так далее И так далее И так далее Но для того Чтобы проверить Вот тезис Который выше Обозначен Нам нужно избавиться От этих привязанностей Если мы от них избавимся И посмотрим Если там какая-то Биология Природа Окажется Скорее всего Что нет Ну я вот Я готов Ставки делать Даже Ну ладно Так вот Мне такие предположения Кажутся маловероятными Потому что Я видел множество Примеров Когда родственники Мешают друг другу Портят друг другу Жизнь матери Убивают детей Родители в процессе воспитания Избивают их И так далее Я знаю Слишком большое количество Людей Которые покинули Своих родителей И больше не общаются С ними И во мне Самом нет Никакой тяги Помогать родственникам Просто так Я помогаю Только тем людям Которые принесли мне Пользу в процессе жизни Ну и с которыми У меня есть какие-то Социальные связи То есть Я не могу согласиться С Гамильтоном Ни на базе личного Ни на базе опыта Моих знакомых Это не опровергает Его концепцию Но лично в моих глазах Делают ее Неправдоподобной Именно поэтому Хотелось бы услышать Более веские доказательства Чем эволюционная тенденция Могла бы на это повлиять Дальше Пинкер Показывает Незаслуженные нападки Тупых гуманитариев Ну там просто И мы не будем уже цитировать это На почтенного биолога Со всеми обвинениями В детерминизме В соцдерминизме В евгенике И прочих ужасных грехах Не сомневаюсь Что среди множества Критических статей Все эти комментарии И аргументы Действительно встречались Но мне категорически Не верится Все социологическое сообщество Не смогло породить Достойной критики И сформулировать Хоть один достойный аргумент Против этого биолога Пинкер перечисляет Лишь неудачные примеры Критики концепции Уилсона С этим можно согласиться Да это действительно Неудачные примеры критики Нельзя так критиковать Отвратительно Плохо Давайте критиковать лучше Давайте разбираться В позиции оппонентов И не делать акценты На всякие соцдерминизмы Евгенику Гитлера И так далее И так далее Просто потому что Это риторика Просто риторика Притягивание за уши Третьего рейха И Евгеники Чаще всего оказывается Недобросовестной риторикой В рамках которой Люди пытаются воздействовать На эмоции читающих Но разве сам Пинкер Не использует Подобную риторику Выделяя только Неудачные аргументы И подчеркивая Страх И ненависть Которые Некоторых авторов Перенося эти эмоции На видимо всех Критиков биологии И Уилсона в частности Мне с большим трудом Верится Что социологи Не смогли Отыскать Ни одного достойного Аргумента Чтобы щелкнуть По лбу Очередного биолога Который полез В смежную сферу Потому что Таких аргументов Обычно набирается Миллионы И ошибок у этих биологов Не меньше Но Пинкер Однозначно Выбрал свою сторону Вулсон молодец А его критики Да Показываются в книге Как эмоциональные Абсолютно тупые бараны И это нужно для того Чтобы показать людям Что это Недееспособность В аргументации Которую мы разобрали выше Проистекает из простых эмоций Так Пинкер берет нас за эмоции Но сам вероятно Не замечает этого Он пытается сложить У нас ложное представление О благородном ученом Хорошо хоть Не дикаре Да Против которого выступают Ничтожные Эмоциональные Тупые В общем-то Гуманитари Вот как-то так Цитат В Гарварде Распространялись Буклеты и агитки Протестующие С мегафонами Требовали Отставки Уилсона А в его класс Регулярно врывались Студенты Выкрикивающие Оскорбления Когда он выступал В других университетах Там Развешивались Плакаты В которых Уилсона Называли Правым проповедником Патриархата А слушателей Называли Придавали Срывать его Лекции В 1978 Году Уилсон Готовился Начать выступление На встречу Американской Ассоциации Содействия Развитию Науки Когда группа Людей с плакатами На одном из которых Была изображена На свастика Ворвались На сцену Скандируя Ты не скроешься Расист Уилсон Мы обвиняем Тебя В геноциде Один из протестующих Схватил микрофон И со страстью Обратился К аудиторию В то время Как другой Вылил на Уилсона В воду Из графина Я считаю Поведение этих людей И студентов Абсолютно неприемлемым Это очевидно Эти факты Из жизни Уилсона Конечно не показывают Нам что социологи И критики Биологических теорий Обязательно эмоциональные Идиоты Но здесь относительно Этих студентов Ну осуждаю Идиоты Вот эти конкретно люди Которые это все сделали Это реально идиоты Вот Это плохо Это плохое Дебильное поведение Абсолютно неприемлемое Я здесь могу поверить Что многие студенты Проявляли такие эмоции И могли делать Такие ужасные поступки И унижать так бедного В общем то Исследователя Которому мы Не испытываем Никакого отвращения На самом деле То есть К Уилсону Вообще претензий нет Человек работает Над своей темой Разрабатывал ее Прав он был или не прав Решается Не вылитыми Графинами на лицо И не скандированием И всяких Антинацистских В общем то Тезисов Да И очень важно Но это потому Что они оказались Убеждены В негативных Политических интересах Уилсона Что скорее всего Не правда А если правда То и не имеет Никакого отношения К его научным В общем то Темам Так что Ну их короче Нафиг Этих ребят Поступили они неправильно Поступили они поверхностно Таких людей Ну надо Не знаю Сажать Наверное В тюрьму Да Вот Многочисленные Оскорбления За клевету Кстати За клевету За клевету Сажать надо Я думаю В данном случае Случай с Уилсоном Вот это Случай клеветы Когда люди Пытались Оскорбить его Унизить Придать ему Те взгляды Которые нельзя Придавать Вообще Если человек Не является Националистом Национал-социалистом Или фашистом По своему Мировоззрению Нельзя распространять О нем информацию Что он В общем-то Национал-социалист Или фашист То есть Если человек Не исповедует Никаких Подобных убеждений Да Это Ну Самая подлейшая Злейшая клевета В сообществе Академическом Такого быть В принципе Не должно Соответственно Да Это просто Глупость То есть Если Вы не продвигаете Какую-то Политическую Программу Или повестку Которая Похожа На национал-социализм Или фашизм Или что-то такое И вас вдруг Обвиняют в том Что вы Национал-социалист Фашист Сторонник Евгеники И так далее Ну вот этих людей Надо как минимум Штрафовать Вот как минимум Штрафовать надо То есть По-другому Видимо Нельзя никак сделать Потому что люди Просто на ходу Какую-то чепуху Придумывают В общем Очень опасную Чепуху Часто люди Придумывают Что правое Что левое Кстати Все взаимно Друг про друга Придумывают Какую-то Ерунду Которую Да вообще Стыдно Озвучивать На самом деле Но они Озвучивают Им норм Также я замечу Что Пинкер Очень хорошо Относится к Уилсону И плохо К его оппонентам Ему очень нравится Обобщать Потому Может сложиться Впечатление Что все эти Оппоненты Незаслуженно критиковали Уилсона И не было Никакой заслуженной Критики Из вражеского лагеря То есть Вражеский лагерь Буквально Просто приходил Графином В лицо ему Как будто бы Это был вообще Один единственный Лагерь Как будто бы Там все люди Были там вместе Повязаны И какая-нибудь Там сама Маргарет Мид Взяла И приказала Своим студентам Вылий графин Ему на лицо Ха-ха-ха-ха-ха Ха-ха-ха Доктор зло Соответственно Ну Скорее всего Это просто Инициатива Какого-то Отдельного Тупого студента Которые Студентов Каких-то Которые туда пришли Начали обращаться К аудитории А кто-то еще И вылил воду На него Из графина Ну вот Совсем Короче Вообще Шист Может Больной Человек Вообще Был Который Вылил Вот Все они Еще пытались Ему навредить Может Просто у читателя Может реально Сложиться Впечатление Что Вот Есть Прекрасный Уилсон А есть Соответственно Мудаки Его оппоненты Которые Зло делали И важно Заметить Когда ученые Таким же Образом набрасываются На неученых С их тезисами Начинают Обзывать Людей Шарлатанами И понижать Социальный статус Философ Религиозных Детей Это Пинкером Думаю Оценивается Вполне Нормально Или даже Может быть Позитивно В общем Я лишь хочу Сказать Что у нас Нет никаких Оснований Доверять Пинкеру В его Однобоком Пересказе Событий Потому что Он уже Несколько Раз И так Показал Себя Довольно Предвзятым Человеком И недобросовестным В этом плане То есть Он вполне Готов Все хорошие Слова Своим Союзникам Сказать И все Плохие Слова Своим Соперникам В общем То Выразить И он Точно Занял Свою Позицию Будет Защищать Своих И критиковать Чужих Пинкер Уже Много Раз В этой Книге Показывал Предвзятость И поэтому Мне сложно Поверить В историю Святого Уилсона И дьявольских Сил Которые Ему Противостояли Абсолютно Незаслуженно Это Во-первых Но Важно Заметить Но Важно Важно Подчеркнуть Центральная Идея Здесь Заключается В том Что Сам Уилсон Он Не виноват Скорее В том Что Его Облили Действительно Это Плохо В том Что Начали Распространять Информацию О том Что Он Фашист Евгенист Нацист И так Далее Это Просто Кринш Это Идиотизм Тотальный Идиотизм Большего Идиотизма И представить Себе На самом Деле Нельзя Вот Но При этом Всем Я не верю Что Все Так Поступали По отношению К нему Я абсолютно Не верю Что Маргарет Митт Из всего Что Написала Написала Только Вот эти Вот Высказывания Сейчас Мы их Еще раз Снова Посмотрим Возмутительное Отталкивающее А стоп Это Про работу Экмана Это Вообще Тут даже Кстати Критика К Уилсону Нормально И не Приведена В данной Статье Это Тоже Проблема Это Тоже Проблема То есть По отношению К Уилсону Так вообще Видимо Критики Не было Просто Все Должны Принять Были Его Продолжаем В общем-то Читать Фрагмент Когда Все прочие Попытки Провалились Левантин Роуз И Камин В конце Концов Приписали Докинзу Следующую Убийственную Цитату Они Гены Контролируют Нас Наше тело И разум Это На самом деле Звучит Довольно Детриминистически Но в действительности Докинз Писал Гены Создали Нас Наше тело И разум Что звучит Совершенно По-другому Левантин Использовал Эту поддельную Цитату В пяти Различных Местах Ну Согласен То есть Неправильное Цитирование Выдумывать За оппонента Тезисы Нехорошо То есть Если Докинз Не убежден Что Что Гены Контролируют Нас Наше тело И разум Ну Контролируют Это Одно Слово А создали Это Другое Слово Принципиально Разные Они В данном Контексте И Конечно И конечно Я здесь На стороне Пинкера Буду выступать Да В том Плане Что Левантин Неправ Левантин Обосрался Простите Ну Вот А если Те места Где Вот Самый Главный Вопрос Да Ну Обосрался И Обосрался Буквально Вот Одна Цитата Где Он Обосрался А если Места Где Он Не Обосрался Вот Главный Вопрос То есть Если Места Где Его Критика Неплоха Ну Или Хотя Бо Чего Стоит Хотя Бо Разбора Или Мы Просто Будем Выделять Неудачные Цитаты Которые Мы Использовали По Отношению Друг Друг Это Ж Странно Просто Взять Из Всей Книжки Пинкера Выделить Только Одно Ложное Высказывание Представьте Себе Сказать Ну Пинкер Дебил Ничего Не Понимает Лох Дебил Короче Вообще Олигофрен Короче Несправедливо На Антинауку В общем То Наезжает Дурачок А так Многие Люди И делают И к сожалению Пинкер Так Делать Несмотря На То Что Но Он Вполне Себе Так Большой Специалист Кстати Да Если бы Ученые Верили В то Что Гены Действительно Контролируют Нас Наше Тело Разум И так Далее Это Реально Бо Противоречило Концепции Чистого Листа Я здесь Замечу Скорее Всего Ну Да Какая Идея Преступности Врожденная Идея Любви Врожденная Идея Не знаю Там Войны Какой Нибудь Причем Надо Чтобы Это Было Именно Сами Идеи Были Врождены Не Предрасположенности Типа Там Агрессивности Не Агрессивности А именно Ген Войны И у Тебя Просто Мысли О Войне Постоянно Чисто Генетически Тогда Это Действительно Разнесло Концепцию Чистого Листа Да И вот Мы перемещаемся К следующей Главе Глава Седьмая Называется Святая Троица Цитирую Может быть Грязные Приемы Описанные В предыдущей Главе Всего лишь Очередной Случай Реакции Людей Задетых Утверждениями О поведении Вызывающим У них Дискомфорт Или Как я подозреваю Они часть Организованного Интеллектуального Течения Попыток Защитить Чистый Лист Благородного Дихаря Дикаря И духа В машине Как источник Смысла И морали Теория заговора Ребят Подъехали Как вам На самом деле Да Книжка Пинкера Это большая Теория Заговора Теория О том Что Социологи Культурологи Философы И прочие Ребята Которые Выступают Против Науки Они Сговорились И все Они Массово Придерживаются Теории Чистого Листа Благородного Дикаря И духа В машине Еще и верующие Сверху Тут скорее Все тоже Пойдут Всякие верующие Интеллектуалы И прочие Замечательные Ребята Организованное Интеллектуальное Течение Причем Не просто Интеллектуальная Тенденция Там какая Нида Что более Как бы Вот 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 Воздушно Звучит Абстрактно Нет Именно Организованное Интеллектуальное Течение Сидит такая Маргарет Мид Нам нужно Захватить мир Нам нужно Победить Вот этих Биологов Надо выступить Против них Единым эшелоном Мои шестерки Выходите Мы должны Вместе Противостоять Этому злу Причем Забавно Что он Приписывает К этой теории Заговора Тех людей Которые в большинстве Своем Не придерживаются Трех Выше Перечисленных Позиций Тем более Всех Трех Сразу Как они Все Могут Сразу Организовать Единое Интеллектуальное Течение По защите Этих Концептов Если Они Не придерживаются Даже Пинкер Пинкер Гений Пинкер Гений Просто Я Вообще В шоке Это Реально Из разряда Не знаю Теории Заговора С канала Крамола Какого Нибудь Это Чисто Блин Анунаки Рептилоиды Прилетели И сговорились И вместе Хотя У них Нет Никаких Организаций Совместных Они Там Не сидят Не обсуждают Вместе Собрание По антибиологии Не делают Но у них Организованное Интеллектуальное Сообщество Против Науки Бум Бам Все Все Против Науки Выступают Какой Ужас Как Они Могут А Это Наверное Единое Интеллектуальное Сообщество Как Вообще Можно Выступать Против Науки Нет Других Объяснений Нет Других Объяснений Кроме Создания Некой Теории Заговора Лол Ну Лол Ну Как Это Вообще Возможно Это Смешно Продолжаем Пинкера Цитируем Неужели Радикальные Ученые Действительно Верят В чистый Лист Да не верят Чем Ты надоел Доктрина Может показаться Правдоподобной Некоторым Теоретикам Живущим В мире Абстрактных Идей Но Могут Ли Трезвые Специалисты Обитающие В механистическом Мире Генов И нейронов Серьез Думать Что Душа Просачивается В мозг Из окружающей Культуры Теоретически Они Это Отрица Они Это Отрицают Но Когда Дело Доходит До Конкретики Выясняется Что Их Представления Лежат В русле Традиций Социальной Науки Начала 20 Века Поддерживающей Чистый Лист Ну Ладно Давайте По пунктам Разберем Вот Эту Прекрасную Тираду Пинкеровскую Во Первых Концепция Чистого Листа Не противоречит Тем фактам Которые Приводил Пинкер Ибо Он Обсуждал Функция Листа А не его Содержание Это мы уже Десять тысяч Раз разобрали Поехали Дальше Второй Пункт Сами Люди Отрицают Что Они Придерживаются Позиции Чистого Листа Почти Все Честно Говоря Социологам Я доверяю Здесь Куда Больше В этом Вопросе Потому Что Они В среднем Лучше Знают Философию Чем Психологи И тем Более Биологи Здесь Они Более Менее В области Философии Не читающему Философские Тексты Взявшему Лока Кое-как Его Прочитавшему И выдавшему Вот эту Книгу Потрясающую Кому я верю Пинкеру В данном Сочи Или Социологу У которого Наверное Были нормальные Курсы По философии Все-таки Я доверяю Социологу Здесь В данном Сочи Ну Просто Потому Что Социолог Здесь Будет Лучше Скорее Всего Социологи В среднем Чтобы им понимать Своих социологов Им надо понимать Философию Они не могут Нормально понимать Собственно Социологию Без философии Вообще Им приходится Так или иначе Взаимодействовать С философией Чаще Поэтому я больше Доверяю социологам Просто Вот Просто по этому Критерию Если большинство Социологов И прочих Там Людей Которые Из гуманитарных Негуманитарных Наук Вот этих Вот всяких Общественных И прочих Считают Что они Не придерживаются Концепции Философской Чистого листа То скорее всего Они не придерживаются Собственно Концепции Чистого листа А Пинкер Который выступает Против них И не разбирается Философию Ну наверное Он ошибся Здесь в данном случае Чисто по авторитету Уже можно судить Чисто по авторитету Уже можно судить Кто из них Скорее прав А кто скорее Не прав Более того Ну мы уже разобрали Что Пинкер ошибается В трактовке Чистого листа Как такового И то что он называет Чистым листом Ну ему Вот этой концепции Никто просто не придерживается Она еще более суровая Чем у Лока Она более дебильная Соответственно В этом плане То есть Вообще У листа еще и свойств Не должно быть Никаких Понимаете Ну Ну никто не придерживается Того что в разуме Нет никаких свойств То есть Никто не говорит Что разум Это некая способность Без каких-либо Свойств Вообще Вот у Пинкера Это как-то так Складывается в голове Да Лист может быть чистым Только если Разум Не имеет Не только содержание Но и механизмов Познания Господи Ну окей Тогда просто Это такая концепция В кавычках Чистого листа Который Никто не придерживается Ну замечательно Ну круто Ей даже невозможно Ей придерживаться Ну Будем честны с собой Невозможно придерживаться Такой способности Такой В общем-то Позиции И после Канта Невозможно Ну наверное С Канта Можно не согласиться О том Какие способности У разума имеются И какими категориями Разум пользуется Действительно С Кантом Здесь можно не соглашаться Ну наверное Разум пользуется Какими-то категориями Да Вот очень вероятно Что он ими пользуется И очень вероятно Что есть какие-то Механизмы работы Разума Потому что вообще Иначе нет смысла Выделять такую Субстанцию Интеллектуальную Как разум Это просто Сразу в голове Начинает не укладываться Как только мы Лишаем Разум Всего вообще И оставляем там Чистый лист Внутри самого Механизма разума Вообще непонятно Зачем нам это слово Использовать Это какое-то лишнее слово Получается Зачем оно нужно Непонятно К чему вообще Все это происходит Здесь Ух Все путается Вообще все перепутывается Из-за пинкера Третий пункт Если их представления Лежат в русле традиций Которые поддерживали Чистый лист Это не значит Что сами эти люди Поддерживают идею Чистого листа Ой-ой-ой-ой-ой-ой Неожиданно Да Подкольчик такой Это уже максимально Ну то есть Ну даже если Вот эти вот Социологические течения В самом начале Были сторонниками чистого листа Ну и тем более Они были сторонниками Чистого листа Не по пинкеру Не по пинкеру Друзья Не по пинкеру Понимаете в чем дело По локу может быть По локу может быть И то не все наверное Но по локу Скорее да чем может быть Такое представить себе возможно Но по Пинкеру-то нет. У Пинкера такое определение чистого листа, что там просто с ума сойти можно. Он его еще и не дает нормально. Это определение чистого листа, следует заметить. Он цитирует Лока, а потом начинает что-то свое продвигать. Явно в понимании Пинкером чистого листа он Лока не усвоил. Он даже не усвоил тот пассаж, который он процитировал на самом деле. И в этом плане у нас получается очень большая проблема. В том плане, что у Пинкера вообще свои представления о чистом листе, которых реально никто не придерживается. А по Локу может быть, да. Но это все равно не означает, что те люди, которые находятся в русле традиции, которые когда-то придерживали чистого листа, что вот эти люди и сейчас продолжают придерживаться данной концепции. Четвертый пункт. Это как с логикой. Логика в целом лежит в рамках традиции, которые поддерживали существование идей Платона, формы Аристотеля и его универсалей. Отличным примером служит здесь, кстати, мыслитель Готлоб Фреге, которого можно называть платоником. Но правда это не значит, что все современные логики являются сторонниками идей Платона, формы Аристотеля и универсалей. Поняли, да? Поняли сравнение. То есть Пинкер нам говорит, что вот эти все всякие социологи противные, отвратительные, вот они когда, они восходят к традициям, которые вот собственно основывались на, собственно, вы поняли чем? На идее чистого листа. Но то же самое и с логикой. Логика в развитии своем базировалась в основном на всяких идеалистических направлениях мысли типа платонизма, перипатетизма, там не знаю, христианских всяких универсализмов и так далее, так далее, так далее. То есть на этом базировались разработки логики. И это давало разработкам логики все больше и больше и больше всяких разных ресурсов, вообще необходимостью и заниматься. Потому что, ну, в свое время, на самом деле, от логики каких-то практических результатов не было. То есть не было компьютеров, не было возможно построить логические цепи на базе компуктеров, не было возможности создавать всякие, не знаю, там, логические схемы, языки, программирование и прочую такую ерунду. Ну и, соответственно, ну, логика не приносила явных практических достижений. Вопрос, зачем нужна логика, когда мы просто с ее помощью болтаем, да? Это просто способ болтания для нас, получается, в античности, в средние века и так далее, да? Болтать и доказывать что-то кому-то, причем доказательства эти нас к истине вроде бы и не ведут. А они ведут, ведут. И тут важно показать, каким путем они ведут к истине, да? И вот Аристотель, Платон, всякие средневековые универсалисты, они как раз и пытаются показать, каким образом подобного рода рассуждения ведут нас к истине. Соответственно, через идеи, формы, универсалии и так далее, и так далее, и так далее. Ну и по большей части, действительно, логика, она как таковая разрабатывалась внутри вот этих вот идеалистических проектов, так или иначе. И в этом плане она оттуда и брала свою основную силу, она брала основную мотивацию заниматься логикой, разрабатывать ее. Ну, правда, уже к 20 веку вот такая вот тенденция идет постепенно на спад. И уже в 20 веке, ну, абсолютно не обязательно, что человек, занимающийся логикой, является, ну, типа, идеалистом, да? То есть, теперь не нужно быть платоником, чтобы заниматься логикой, ну, или диалектикой платонической, рассуждением. Или не нужно быть теперь перепатетиком, чтобы этим заниматься, да? Если на протяжении всей истории философии скорее нужно было бы быть таковым, потому что, ну, мотивацией просто нет ей заниматься. Ну, знаете, зачем? Зачем? Истина сомнительна в данном случае достигается. Вот вы номиналист, расцелен какой-нибудь, вы смотрите, и у вас логика, и вы просто занимаетесь, не знаю, манипуляциями с общими и частными понятиями, пытаетесь выводить одно из другого, составлять какие-то силогизмы, делать какие-то выводы из общего к частному, из частного к общему, и чего? То есть, вы просто создаете какие-то несуществующие абстракции, взводя к общему. Из этих несуществующих абстракций выводите какие-то частные положения. Зачем? К чему? То есть, этих абстракций-то не существует на самом деле, они просто в уме у нас находятся, не более того, как это вообще работает, да, зачем это работает. То есть, вопросики-то они были на протяжении всей истории философии, к самой логике. И противники вот этих идеалистических направлений, типа перипатетизма и платонизма, и там универсализма средневекового, противники-то они всегда указывали на эти проблемы, указывали на то, что, ну, соответственно, это бессмысленное занятие, по большей части, ничего вы не узнаете, ничего вы не узнаете. Ну, стойков я здесь, кстати, не перечислил, но стойки здесь тоже уместно, уместно было бы о них вспомнить, но все же. Так вот, здесь такое же соотношение, как с логикой, да, в том плане, что сначала это, да, базировалось на идеализме, а теперь уже можно и нет, теперь уже можно и нет, так говорится. Ну, и математика также, кстати, работала. То есть, математика тоже сначала на всякого рода идеализме, в общем-то, развивалась. То есть, математика и материалистический дискурс, математика и эмпирика, они очень долго шли как-то не очень совместно. То есть, если мы берем те направления мысли, которые развивали математику, в основном это были антиэмпирические направления мысли. А если мы берем эмпирические направления мысли типа учения гиппократиков, да, у учеников гиппократа, соответственно, то есть медиков, то там с математикой было туговато, на самом деле, так что, ну, вот как-то тоже так, да, то есть, эмпиризм и математизм, они шли каким-то образом постоянно, ну, вот, не соприкасаясь до определенного времени, до средневековья, на самом деле, где-то до средней, ну, ладно. До европейского средневековья, ну и до арабского мира. Вот в арабском мире уже непосредственно, где у нас исламская философия развивается, вот там уже начали появляться математики плюс эмпирики. И в средневековье тоже начали появляться такие люди типа Грассетеста, там школа арифметиков, Бродвардин, соответственно, Роджер Бекон и прочие замечательные ребята. Кстати, вот, становление научного метода, вот это где-то вот надо в средневековье заглядывать постоянно в этом плане. Ладно, ну аналогию я привел, даже слишком растянул, поехали дальше. Пятый пункт. Мне действительно кажется парадоксальным применять концепцию чистого листа к тому, что у человека нет никаких врожденных предрасположенностей. Само наличие рук предрасполагает к ряду возможных действий. К хватанию чего-то там. То есть, если у вас есть рука и вам к этой руке поднесли, не знаю, бутылочку, например, возможно, вы ее схватите с очень большой вероятностью. Да, скорее всего, у вас вот такая возможность есть, вы можете ее проявить. То есть, уже рука определяет, что вы можете, наличие руки определяет то, что вы можете делать некоторые простые действия, по крайней мере. Сложные действия она редко предопределяет, но, например, это не значит, что эту бутылку я смогу засунуть себе в рот, например. Да, вот в рот засунуть себе бутылку, хотя я себя ребенок, скорее всего, я так тоже и сделаю. Но вот во взрослом возрасте это, правда, не предполагает, что я буду вот в рот себе бутылку вот так вот засовывать. Хотя, в принципе, потенциально я тоже это могу сделать, на самом деле. Но не буду, за донаты только, шутка. Да. Как и наличие глаз тоже ко многому предрасполагает. И наличие определенных гормонов предрасполагает. Концепция чистого листа была бы нарушена в том случае, если бы оказалось, что человек кодируется генами на конкретные поступки и мысли. Последнее узнать было бы неплохо, но даже близнецовые эксперименты мне кажутся здесь в какой-то степени недостоверными. К сожалению, Пинкер недостаточно подробно их описал. Настолько недостаточно, что некоторые вещи можно воспринять как просто обычные совпадения. И он даже не прояснил, насколько часто они происходят. Всегда, иногда он не указал точные проценты совпадения и результаты. То есть, в этом плане здесь обсуждать даже и нечего остается. Исследовать все статьи с этими близнецовыми экспериментами, ну, знаете, это из разряда. О, я просчитал одну статью и там вот это доказывается, теперь я в это верю. Так там еще, наверное, 200 каких-нибудь статей, которые вот что-то из этого опровергают. Где-то какие-то результаты не совпадают. Ну и, соответственно, ты либо читаешь сразу там все 200 статей, ну, либо в одной ты все равно уверен быть не можешь. И в двух не можешь быть уверен, и в трех можешь не быть уверен, соответственно. Даже если ты будешь по ссылкам вот так вот скакать, да, и отработаешь половину статей, скорее всего ссылки будут связаны внутри одной концепции. То есть, по-хорошему, да, исследователи будут цитировать тех людей, которым они, соответственно, больше доверяют. И, скорее всего, они доверяют больше людям тем, чью позицию они поддерживают. И, соответственно, да, даже пробежавшись по некоторому ряду облаку статей, исходя из одной статьи по ссылкам, по всем разбежавшись, все это прочитав, вы можете себе не гарантировать, что вы получите полную картину о тех или иных исследованиях. И это, конечно, нас тоже не обезопасивает от многих возможных проблем. Пинкер дальше пишет. Идея биологического детерминизма, это гены обуславливают поведение со стопроцентной определенностью, что каждая особенность поведения кодируется своим геном, очевидно, абсурдно. Не важно, что Вилса никогда их не придерживался. Абсурдно или нет, я уже отвечаю, но в целом непонятно, как они вообще должны работать. Ну, кстати, я согласен, что генетический детерминизм выглядит довольно слабо. Сама позиция генетического детерминизма в этом плане, она противоречит огромному количеству наших наблюдений, обычных наблюдений. Противоречит огромному количеству наших представлений вообще в целом о мире, вообще разных представлений, наших наблюдений, наших экспериментов и вообще всего остального. Какая-то такая странная штука на самом деле. И непонятен сам механизм, а как вообще всё кодируется через гены в человеке, как в человеке всё может быть детерминировано. Ладно, понятно, как могут быть детерминированы некоторые предрасположенности. Ну вот, например, какой-то ген отвечает за выделение того или иного гормона. Например, вот этот гормон, он способствует тому, что мы чувствуем себя более счастливыми. Если мы чувствуем себя более счастливыми, с некоторой вероятностью мы будем меньше стимулированы на какую-то там, не знаю, деятельность, может быть. Да, мы и так уже счастливы, нам в принципе плевать. А если мы очень несчастны, если какой-то гормон, который стимулирует у нас несчастье, да, какое-то такое ощущение, такой подавленности постоянной. Если он постоянно на нас больше действует, чем положено, то возможно мы ещё более-менее простимулированы. То есть, да, нам нужна какая-то мера, чтобы быть нормально стимулированными для некоторой деятельности. А если мы нормально простимулированы, это ещё не значит, что мы будем заниматься какой-то серьёзной деятельностью. Это просто не исключает это. И Пинкер продолжает. Изданного, возводя Дюргеймовскую стену между биологией и культурой в книге 1992 года, Левантин пишет, что гены полностью заменены новым уровнем причинно-следственного анализа, социальным взаимодействием с его собственными законами и его собственной природой, которая может быть понятна и исследована только через уникальную форму опыта социальное действие. И чё? Ну, вообще, обычная штука для фанатов Вебера. Так-то, походу, вообще очень веберовское высказывание у Левантина здесь. Не вижу никаких проблем. Ну, да. Многие социологи работают с категорией социального действия. И науку, кстати, также они разбирают нередко. То есть, мы можем разобрать науку с точки зрения социальных действий. В чём проблема? Да. Правда, проблема заключается в том, что если бы социология не использовала свои социологические методы, она бы не была социологией. Она использует свою призму рассмотрения явлений. Несколько. Я даже подчеркну, несколько призм использует социология. Внутри социологии заложено сразу несколько параллельных призм, которые друг с другом очень часто конкурируют. Вот. И, кстати, относительно человеческого общества. У социологии куда больше фактов, чем у той же биологии. Так что, кого нам слушать? Кого нам слушать относительно человека, его поведения и его разных, в общем-то, мнений и позиций? Биологию или социологию? Я бы послушал социологию. Вот социология вот именно в этой области факты и собирает, по большей части. Биология это здесь, знаете, такое прохожие, типа, ооо, гены, они там решают, кого мы выберем, мы хотим защищать гены, это соответствует Дарвину, уруру. Ну, это такая нефальсифицируемая херня, которой ни на какие факты не опирается. Просто набор нефальсифицируемых высказываний, которые совпадают, по мнению авторов, с теорией эволюции. Скорее всего, высказывания неверных, мне кажется. Потому что в конечном итоге, если всё это исследовать, окажется всё значительно сложнее, с биологической даже точки зрения. Ну, вот есть поспешные авторы, которые сразу тыкают биологию в биологию пальцем и достают из неё такой кусок биологии и, короче, вот мажут им по картине нашего мира, нашего мира своего, да, ну и бывает. На мой взгляд, биологи всегда были наивными младенцами в изучении социологии, философии и культурологии. Настолько наивными, что порой они не знают даже базовых школьных фактов, которые известны многим неучёным людям. Ну, Пинкер, кстати, тоже покажет, но он не биолог, но он тоже покажет свои незнания некоторых очень базовых вещей. В чём я его, кстати, не осуждаю, в чём я его, кстати, не осуждаю, я опять же сторонник скорее позиции, согласно которой человек не обязан знать всё. Нет, нет такой обязанности, чтобы человек знал все исторические факты, все исключения из этих там фактов, не фактов, да, там позиции и так далее, так далее, так далее. Ну, не обязан, нет у человека такой памяти, не обязан человек всё знать и помнить, и всеми материалами на одинаковом уровне спекулировать. Вот как-то так. Но все-таки. Продолжаем. Цитата Пинкера. Так что, хотя Гул, Троуз и Левантин отрицают, что они верят в чистый лист, их уступки, эволюции, генетики, что они позволяют нам есть, спать, мочиться, порожнять кишечник и вырастать крупнее белки, а также осуществлять социальные изменения, выставляют их более радикальными эмпиристами, чем сам Лок, который, по крайней мере, осознавал необходимость врожденной способности к пониманию. Да и не только к пониманию. Ладно. А восприятие это неспособность? Пинкер. Пинкер, а восприятие это неспособность? А она врожденная или она с опытом обретается? Я не знаю. Ладно, поехали дальше. Мне кажется, Пинкер действительно начинает вот здесь нащупывать проблему. Он, кажется, догадывается, что что-то в его позиции не так, и проблема заключается в простой вещи. Свойства листа никак не говорят о его чистоте. Чистый лист может иметь врожденную способность к пониманию, а также ряд других. Лок, как сторонник чистого листа, и вообще человек, который сформулировал эту концепцию, в рамках философии активно начал ее продвигать. По логике, ну, вообще-то, наверное, не первая концепция чистого листа, были предшественники, но все же, Лок здесь очень многое сделал для этой концепции. Лок, как сторонник чистого листа, по логике Пинкера, сам бы противоречивал себе, если бы говорил, что существует врожденная способность к пониманию, или, вероятно, даже к восприятию. Тоже восприятие, что тоже способность есть, да? Тоже. Как это может быть, если лист должен быть чистым? Удивительно, что Пинкер делает из довольно простой и понятной концепции Лока совершенно невозможную. Как же лист может быть чистым, если он обладает способностью к пониманию? По Пинкеру это вполне справедливый вопрос. Как же, ну, на самом деле нет. Как же лист может быть чистым, если он обладает возможностью, способностью к восприятию? Вот такие вопросы вполне в духе Пинкера. И вообще удивительно, что он приписывает свою строжайшую концепцию чистого листа людям, которые буквально говорят, что ее не придерживаются и указывают на некоторое количество врожденных человеческих черт. Как они могут придерживаться концепции чистого листа по Пинкеру, если у человека есть врожденная способность осуществлять социальные изменения? А! Пинкер! Ну как? 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 Да? То есть вот врожденная черта. Совершать социальные изменения. Мне кажется, что Пинкер сам сформулировал настолько жесткую теорию чистого листа, что в итоге уже не может применить ее ни на кого из реальных живущих людей. Поэтому начинает делать все более значительные уступки. А уступки иногда бывают настолько значительные, что они даже, ну, как бы, загрязняют лист больше, чем у лока он был, соответственно, в кавычках, загрязнен. Все больше и больше механизмов допускается в листе этом самом. И все больше врожденных идей с точки зрения социологии и культурологии допускается, на самом деле. Это все равно чистый лист. Нет, если не биология, если не биология врожденная, то это чистый лист, понимаете? Ну, дальше мы не будем цитировать некоторое время, да, и прочитаем краткое резюме по дальнейшему тексту. Дальше Пинкер разбирает проблемы с духом из машины, где он обсуждает правых и левых, верящих в это. Он объявляет, что эволюционизм и нейронауки противоречат правым идеям о душе и, ой, правые идеи о душе, лол, и появлении души у человека при зачатии. Ой, господи, правые идеи о душе и появлении души у человека при зачатии. Правые идеи. То, что большинство правых придерживаются этих идей, я не знаю, факт это или не факт, но, наверное, все же да, наверное, все же да, наверное, это все же правда. Большинство правых придерживаются этих идей. И еще не значит, что правые по определению этих идей придерживаются. Ну, например, есть правые атеисты, которые вообще не верят в появление души, души у человека при зачатии, очевидно. И в душу не верят, соответственно. С другой стороны, мы можем сказать, а левая идея, это там, где души нет, что ли, да, типа, коммунизм, атеизм? Да нет, на самом деле, есть христианский социализм, в рамках которого, ну, соответственно, и душа есть, и аборты делать, кстати, нельзя, но у нас всё равно левая идеология, там, не знаю, все равны и так далее, так далее, так далее. Ну, бог равни, соответственно. Ну, и вот. Не понимаю я всего этого, честно говоря. То есть, опять же, Пинкер разделил взгляды по двум кластерам на левых и правых по политической, в общем-то, предрасположенности, и это мне видится неприемлемым. Ну, потому что, может быть, статистически это высказывание, да, ну, в общей сфере оно, конечно, ложное в любом случае, потому что, да, тут, если вопрос ставится, да или нет, все ли правые верят в эти идеи, ответ, конечно, нет. Но статистически, наверное, всё же большинство правых, наверное, да, они за душу и они за, собственно, ну, они против абортов по причине того, что у человека есть душа там или ещё чего-нибудь такое. Это верно, это верно. Наверное, наверное, я не знаю, надо статистику здесь, в общем-то, узнавать. Ну, возможно, это так. Наверное, больше 50% правых в это верят. Наверное, можно предположить. Можно с этим, наверное, согласиться, но не все. Я думаю, есть процентов там 30-40-45, да, ну, минимум 20% правых, которые атеисты или просто, ну, вот не верят во всё это. Пинкер заведомо считает доказанными положения биологических дисциплин и даже не обсуждает, почему именно они правы, а не, например, идея духа из машины или чего-то подобного. Видимо, это не нуждается в обсуждении. Достаточно назвать своих противников правыми, и всё станет понятно. Они политически ангажированы, а потому не признают науку, но и науку я доказывать вам не буду. Вот как-то вот так, да, вот так и строится рассуждение Пинкера, к сожалению. Он говорит, вот в науке так, всё, без доказательств дальше. А в науке мы вот так считаем. Пошли вон, правые, вы тупые, типа, всё, конец. Отказывайтесь от правых идей. Впрочем, мне здесь основной проблемой кажется именно то, что левые и правые, верующие и неверующие пытаются делать вид, что их представление соответствует научному консенсусу, что чаще всего неправда. И я поддерживаю пинкеровское стремление везде и во всём видеть правоту естественных наук. Но также я не поддерживаю социальную практику разных ненаучных идей притворяться научными, потому что это порождает множественные проблемы в понимании и обсуждении. Тот же правый верующий, который верит в существование души, должен отказаться от научной трактовки и должен отказаться от претензий на науку. Он должен стать критиком и врагом науки. Это было бы нормальное положение дел. И чаще всего все эти люди, выражая свои взгляды, пытаются наукой прикрыться. И это плохо, это неправильно, это категорически неправильно. У нас в обществе есть огромный антинаучный потенциал, который замаскирован под науку, потому что последнее является доминирующим дискурсом и познавательной монополией. Чтобы делать авторитетные высказывания, нужно обязательно риторически прибавлять. Наука доказала или ученые не сомневаются. А дальше можно приводить любые антинаучные положения, но это неправильный подход. Это не надо так делать, это плохо. Если ваши доказательства не строятся на определенных научных, в общем-то, наработках, не апеллируйте к науке. Нет, вы можете к фактологии апеллировать, опять же, к фактологии можно, к науке нет. То есть, если ваши теории противоречат теории эволюции, не апеллируйте к теории эволюции. Не доказывайте, что у вас эволюционно душа там зародилась или еще какая-нибудь чепуха. Лол, хоре. Хоре, парни, успокойтесь, короче. Я бы хотел, чтобы разные сообщества четко отделяли себя от научного и четко фиксировали, какие положения не сходятся с научными, чтобы вести против науки споры и доказывать свои позиции. И может проводить свои эксперименты, которые доказывают их позиции. Понимаете, в чем дело? А вместо этого мы просто наблюдаем постоянную риторику, мимикрию под науку. Это очень большая слабость современного сообщества, на мой взгляд. С этим надо что-то делать. Продолжаем цитировать. Вот мы дошли до цитаты, которая заслуживает нашего внимания у Пинкера. Биологи отвергают аргументы Бихи по нескольким причинам. Его креугольный тезис о нечленимой, неуменьшимой сложности биохимии ничем не подтвержден или просто ошибочен. Он берет каждое явление, эволюционная история которого не ясна, и по умолчанию записывает его насчет разумного замысла. Когда же дело доходит до него самого, Бихи внезапно избавляется от всех научных сомнений и не задумывается, откуда этот творец взялся и как функционирует. К тому же он игнорирует имеющиеся в избытке доказательства того, что процесс эволюции вовсе неразумен и нецелесообразен, а скорее жесток и бесцелен. Проблема заключается в том, что для верующих разумный создатель как раз является аксиомой, и его никто не создал. Но если мы про христиан говорим, он не создан. Все, ответ известен. Бог не создан, забейте. Забейте, пацаны. Аргумент к тому, кто создал Бога, он не работает в христианстве. Это такая же аксиома, да, для верующих разумный создатель такая же аксиома, как и для ученых аксиома является научная методология в своих базовых положениях или естественная установка. В конечном итоге натуралистический мир и мир магический это просто две разные призмы, которые исходят из разных базовых убеждений. Оба группы убеждений недоказуемы, потому говорить о научных сомнениях здесь неуместно. Сами ученые и те еще догматики, это просто факт, это просто наш социальный факт. Просто ученые этого не признают, к сожалению. У них какие-то комплексы по поводу веры, по поводу догматизма. То есть ученый не хочет, чтобы его называли догматиком. Любой ценой он пытается этого избежать. И это чисто иррациональная штука на самом деле. То есть да, иррациональная, потому что человек отказывается от рефлексии, отказывается думать о том, о что он там думает, отказывается думать о том, во что он конкретно верит, в чем он убежден. То есть человек отказывается от очень категорических и важных размышлений, которые могли бы многие вещи у него в голове уложить более правильным образом. Пинкер продолжает. Но в интеллектуальном климате уже намечаются признаки, намечаются признаки изменений. Идеи о человеческой природе все еще являются воплощением зола для некоторых академиков и ученых мужей, однако к ним начинают прислушиваться. Ученые люди искусства, гуманитарии, юристы, теоретики и просто мыслящие люди заинтересованы в новых знаниях о разуме, которые приходят из биологических и когнитивных наук. Ведь несмотря на всю свою успешную риторику, движение радикальной науки оказалось бесплодным. 25 лет исследований нанесли жесткий удар по их прогнозам. Ну вы поняли. Кому нужны? Где нужны? Не, ну бесспорно, что эти методы так или иначе много кем используются, вот эти вот научные. Но рассуждение об их необходимости кажется поспешным. Более того, биологическое развитие здесь противопоставляется некой бесплодности радикальной науки. Возможно, подразумевается, что бесплодными оказываются все течения, которые слепо не следуют за тенденциями биологии, но это тоже неправда. Существует множество социологических, культурологических, психологических подходов, которые добились больших успехов, не имея в своем методе никакой необходимости объединять усилия с биологами. Игнорирование развития данных разных дисциплин, которые не являются подчиненными биологии, и чья методология часто даже противоречит биологическим алгоритмам познания, но она бесспорна. Успехи есть. Многие подходы есть, многие решения есть. Предсказательная сила у социальных разных подходов иногда даже проявляется нормально. Да, безусловно, есть и подходы, которые пытаются совместить биологию, историю, социологию, психологию, философию, культурологию. Это, безусловно, обогащает наши все превышеперечисленные дисциплины новыми смыслами, спорами, открытиями, тенденциями, что, безусловно, является тоже развитием. И без биологии эти науки вполне могли бы обходиться большую часть времени своего существования и могут обходиться в дальнейшем. То есть, понимаете, да? Пинкер пытается нам показать вот это биологизаторство как некую необходимость. Необходимостью это не является. Дисциплины и так умудрялись развиваться и будут продолжать развиваться дальше, и все это нормально, и хорошо, и уместно, и прекрасно. Но при этом всякие биологические заходы внутри этих дисциплин, всякая подобная междисциплинарность, все-таки нас обогащает, на мой взгляд. То есть, я не против этого. Я считаю, что внутри социологии необходим биологический островок, и внутри психологии этот островок необходим, и внутри философии этот островок тоже нужен для того, чтобы вести обсуждение. Важно, чтобы этот островок не превращался в целый континент, который другие островки пытаются разными образами уничтожить. Вот что для меня здесь самое главное. Соблюсти некоторый плюрализм мнений и позиций по разным вопросам. Каждая призма имеет право описывать весь мир вокруг себя своими собственными средствами. И смотреть на мир так, как она на него вынуждена смотреть через свою призму. И описывать весь мир так же. То есть, социологи имеют право описывать биологов и биологические исследования, используя при этом социологические методы. В этом нет никакой проблемы, и в этом заключается сущность социологии. Понимаете, в чем дело? Так социология и должна поступать. Социология, которая отступает в своих основных положениях и подсасывает, буквально подсасывает, другого слова даже не придумать лучшего, подсасывает биологии. Это уже не до социологии, это уже социология служанка биологии. Я не думаю, что социология должна становиться служанкой биологии. И психология не должна становиться служанкой биологии. Тем более философия и культурология не должны становиться служанками биологии. Это как было в средние века, да, философия, служанка, богословие. Но здесь это неприемлемо просто. Разные методы, разные подходы, разные базовые аксиомы, разные призмы, через которые люди на этот мир смотрят. Нет никакой необходимости подчиняться, нет никакой необходимости быть, собственно, служанкой в данном случае. А Пингер хочет, чтобы все области стали непосредственно служанками биологии, и это, на мой взгляд, страшно. Это страшно, это большая экспансия, это большое разрушение огромных областей, это разрушение интеллектуальной ценности многих из них, это уничтожение плюрализма, уничтожение многочисленных альтернатив. Если это произойдет, наш мир обеднеет интеллектуально. Мы потеряем огромное количество идей, которые могли бы дальше разрабатывать. Мы уничтожим огромное количество подходов, которые могли бы быть уместны и могли бы дать свои плоды. Например, тех подходов, которые сейчас дают плоды. Мы бы их все биологизировали, мы бы их все починили биологии, ну и это, на мой взгляд, самая страшная из возможных картин нашего дальнейшего развития. Мы и так отстаиваем некоторые, да, ну я отстаиваю, многие представители разных научных и ненаучных дисциплин отстаивают остатки того плюрализма, которые нам достались от Древней Греции. Еле-еле отстаиваем, соответственно, с большим трудом. С большим трудом идет борьба против многочисленных научных догматиков. С большим трудом идет сложнейшее баррикадирование, сложнейшая защита против многочисленных выпадов сиентистов, причем эти выпады чаще всего не носят рациональный характер. Это выпады агрессивные, это выпады эмоциональные. Я тоже мог бы написать книжку, в которой просто перечисляю всевозможные эмоциональные нападки на антисиентистов с точки зрения сиентистов, о том, как, не знаю, какие-то сиентисты обвиняют антисиентистов в чем-то. Тоже Пинкера туда можно причислить, как Пинкер занимается словесным жонглированием, пытается унизить огромное количество специалистов в области социологии. Также мы можем причислить сюда и ошибки Панчина в трактовках фейерабанда, и не только фейерабанда. Мы также можем причислить сюда работы огромного количества людей, которые просто незаслуженно нападают, критикуют, обвиняют философов, социологов, психологов в шарлатанстве. И в этом плане война, интеллектуальная война, она продолжает идти. Притом важно заметить, что Пинкер пытается сделать вид, что у нас, у нас, у нас, у врагов, так скажем, вот их биологизаторство, да, у соперников биологизаторство целый лагерь единый. Мы все объединились против науки, и наука здесь как будто бы даже в меньшинстве, и она как будто бы слаба, но сражается за правое дело. Нет, в этом и проблема, нет никакого единства. Против науки, так скажем, да, вот этой вот биологии, например, выступают люди абсолютно разных взглядов, абсолютно разных позиций. Кто-то там верующий креационист, кто-то абсолютный скептик, как я, например, кто-то социолог, да, и он критикует естественную науку с точки зрения социологии. Кто-то культуролог, кто-то там другой философ какой-нибудь. И в этом плане картина вот этих вот людей, сопротивляющихся научному догматизму, она крайне разрозненная. То есть, наука здесь выглядит как большая-большая империя, у которой большой механизм воздействия на людей, причем именно даже риторический механизм воздействия. Там с аргументами обычно все очень плохо, то есть, эти люди даже уже не видят, ну, какой-то даже возможности нормально аргументировать своим оппонентам. Ну, потому что эти оппоненты, да, ну, этих варваров, так скажем, да, есть как бы мы, римляне, а есть варвары, соответственно. Вот есть мы ученые, есть вот эти вот все, которые против нас, варварские племена. Ну, мы как варварские племена, они достаточно мощные, отделенные, с большим трудом проводим, в общем-то, защиту, с большим трудом объединяемся. Нам сложно объединиться друг с другом, потому что какая-то противоположная школа, которая критикует тоже науку, она для нас так же противоположна, как и наука. Сложно найти какие-то общие, в общем-то, основания, чтобы вместе объединиться против одного единственного оппонента. Ввиду этого все постепенно проигрывают, и монополия науки укрепляется, и будет укрепляться, скорее всего. Ну да ладно. Для меня это просто грустное развитие дальнейшей истории человечества. Наигрустнейшее из возможных, это если биологизаторство начнет завоевывать все остальные области и завоюет их наконец-то. То есть полностью произойдет завоевание этих областей. А если завоевание не произойдет, ну если биология создаст свой крепкий островок внутри социологии, или биология создает свой крепкий островок внутри психологии, уже создала, да, и социология тоже уже создала, и все укрепляет его. Если биология создаст свой прочный островок внутри философии, я в этом ничего плохого не вижу, и я даже считаю, что этот островок должен появиться, он есть, и он должен укрепляться, он должен быть достаточно крепким, Но не должен монополизировать все эти сферы, потому что сами сферы эти имеют большую ценность. Эти сферы производят свои уникальные исследования. И более того, мы должны производить новые типы исследования для того, чтобы больше пробовать, больше испытывать, больше экспериментировать, больше искать и больше находить какие-то ответы, подходы и так далее. И наука нас в этом останавливает, к сожалению. То есть научная призма, она слишком догматична для того, чтобы все эти подходы многочисленные и возможные разрабатывать. А может быть мы когда-нибудь изобретем что-то лучше науки, если мы будем подходить к этому плюралистично. Может быть мы изобретем что-то более эффективное, чем наука, если мы будем подходить к этому плюралистично. А если нет, мы на долгие годы, на долгие века застрянем в догме науки, будем поклоняться науке, сделаем всех вокруг служанками науки. И это будет довольно страшная картина мира, картина мира интеллектуального упадка, картина мира, в которой все интеллектуалы являются догматиками. Новая схоластика, соответственно, новая схоластика, начнется новое интеллектуальное средневековье. И мы в нем, соответственно, погрязнем на множество веков, тысячелетий, пока не произойдет новое возрождение, потом новое время, потом новая современность, в которой, возможно, очередная монополия захватит свою власть, а может быть как-то оно по-другому сложится. На мой взгляд, мы прямо сейчас должны бороться за плюрализм и не допустить тотальной монополизации науки всех областей, которые она еще не успела монополизировать. Наука и так, я уже сказал, империя здесь, а мы варвары. Ну и нам, варварам, надо объединиться вместе, так или иначе, и отстаивать непосредственно свои области от посягательства и от научной экспансии и от всего подобного. Пинкер дальше пишет, в изучении людей есть крупные области человеческого опыта, красота, материнство, родство, мораль, сотрудничество, сексуальное насилие, в которых эволюционная психология оказалась единственной связанной теорией и открыла новые захватывающие области эмпирических исследований. Да, очень громкое заявление, я от себя замечу, и спорное, которое, конечно, не будет рассматриваться, альтернативные теории даже никто не упомянет, да, их даже нет смысла критиковать. Ну конечно, конечно, святая наука, великая, она вот взяла и открыла офигенные подходы, классные, а все остальные ничего не смогли в этом сделать, ничего продуктивного, ничего крутого, просто чепуху какую-то не снесли и везде ошибались, соответственно. Вот вам и весь, соответственно, священный сиентический грааль, вот священный могучий сиентизм, на который опирается Пинкер. Вот так вот он и работает, к сожалению. Ну чего, вывод по данной главе достаточно прост. Вся глава состоит преимущественно из риторических приемов. Пинкер показывает самые мерзкие и подлые вещи, которые по отношению к великим ученым, по типу Уилсона, проявляли не ученые, ну или там социологи, ученые, студенты всяких социологических и не только факультетов, да, то есть показывал, как антинаука именно нападает, даже иногда физически нападает на ученых, унижает их, борется с ними. Безусловно, примеры приведенного поведения недопустимы, абсолютно согласен. Клевету на Уилсона и прочих ребят надо было бы прекратить строго, жестко, каким-нибудь образом ее нужно было бы остановить, потому что это просто неприемлемо. Да, такое поведение в интеллектуальной среде отвратительно. Только проблема заключается в том, что где-то так же ведут себя сторонники науки, биологизаторы всякие, тоже занимаются клеветой, тоже совершают разные нападки, тоже готовы громко кричать и унижать своих оппонентов, обвинять их в абскурантизме, мракобесии и прочей другой чепухе. Об этом я, кстати, тоже иногда пишу, но я все же понимаю и своим зрителям, и своим читателям все же говорю, что не все ученые такие, не все люди, не все сиентисты такие. Не все сиентисты это просто тупые крикуны, которые пытаются уничтожить, так скажем, течение, которое против науки выступают. Вот некоторые готовы что-то там поаргументировать, хотя такое встречается все реже и реже и реже, потому что, ну, какой смысл монополии аргументировать? Вот у нас есть стаентист высокого уровня Пинкер. Ему лень аргументировать. Он просто говорит, в науке это так, следовательно, вы все проиграли. Правые лохи, потому что у них вот эти положения, а их наука опровергла. Правые идите вон отсюда. И в этом плане, конечно же, мы, в общем, сталкиваемся с большой предвзятостью Пинкера, с колоссальной предвзятостью Пинкера, и он не собирается нам ничего доказывать, на самом деле. Он просто забрасывает какие-то трактовки экспериментов и какие-то выводы, которые ему нравятся, и после этого аргументации никакой уже не будет. Он просто, он уже полностью уверен в том, что он прав. А если он уверен в том, что он прав, значит все нападки, они иррациональны против него, понимаете? Они сразу становятся иррациональными. И, соответственно, целую книжку получать, целую часть, целую вторую часть он посвятил Эдхоминемам всяким, направленным на сайентистов. Их ненависти к сайентистам и к науке, и к биологии. Ну, в общем, как-то так. То есть, вначале он обсирался о локе, потом он начал в Эдхоминем топить. Вот такая вот пока что структура книжки получается. Дальше будет немножко доказательный, дальше будут более интересные моменты. На мой взгляд, эта вторая глава, она здесь должна быть где-нибудь в другом порядке, на самом деле. Потому что она категорически слабая. Она короткая, самая короткая по разбору здесь, безусловно, получилась. И она категорически слабая. Ну, именно потому что это просто какие-то клевета, какие-то наговоры на своих оппонентов, по большей части, без хорошего разбора их позиций. А именно попытка представить себе бедных маленьких ученых, которые неожиданно попали в ловушку этого современного и ужасного и жестокого мира. Понимаете? Ну, вот как-то так. И с этим, на мой взгляд, действительно надо что-то Пинкеру было бы сделать, потому что... Ну, потому что просто не очень приемлемо. Это не очень приемлемо в данном случае. Ладно бы он несколько оговорок сделал, в которых бы сказал, ну, вообще не все социологи такие. Маргарет Митт, у нее на самом деле аргументы какие-то были интересные. Вот я их и разберу сейчас, посмотрю на аргументы Маргарет Митт. Это же не просто какая-то тупая Маргарет Митт, у которой там, не знаю, просто... Ой, это отвратительно, это ужасно, это отстой, а! Она же не просто так всегда писала, скорее всего, да? Там, скорее всего, целые статьи и книжки выходили против биологизаторства. Скорее всего, это были большие обзоры, в которых те или иные вещи просто, как бы, ну, по позиции те или иные, вообще-то, предлагались. Это не только типа, а, вы нацисты, вы расисты, у-ру-ру-ру-ру и так далее. Но, скорее всего, там было что-то посложнее. Что еще можно здесь сказать? Я очень сильно удивлюсь, если это не было посложнее. Просто потому, что современные социологи типа Вахштайна, они вполне умудряются, как бы, блокировать многие выпады догматичных биологизаторов. И в этом плане, конечно, ну, у Вахштайн, например, все очень хорошо в этом плане. В противостоянии такому догматичному научному дискурсу, естественно, научному, конечно же. Я очень сильно удивлюсь, что если у предков Вахштайна, предков, в смысле, социологических, да, таких генеалогических предков, генеалогических с точки зрения Ницше, в данном случае, не было аргументов вообще. Но, а Пинкер, он не хочет видеть эти аргументы. Но эти аргументы к черту думает Пинкер. Все эти аргументы, они просто ничтожные, думает Пинкер. И перечислю-ка я просто Эд Хобинем и всякую другую ерунду, которую употребляют всякие эти Маргарет и Миды и так далее. Ну вот, такое редюме к данной главе. Друзья, спасибо вам большое за то, что вы досмотрели меня. Сегодняшнее видео в два раза короче, чем предыдущее. Браво, браво, брависсимо, фортунатисимо. Короче, отлично, замечательно. Это классно, это прекрасно, это замечательно. Следующее видео, я не знаю, насколько длинным или коротким будет. Но хорошо, что мы уложились в полтора часа и не сильно больше, соответственно. Еще раз большое спасибо Малику за, в общем-то, за вот это вот мероприятие. Я очень много мучился, чтобы его организовать. Я старался, я надеюсь, вам понравилось, вам нравится то, что я делаю. Впереди еще три подобных видео, три главы, три больших раздела, которые мы будем разделывать, разделывать разделы Пинкера. Будем дальше, ну, разбираться точнее. Вот. Ну, книжка на самом деле несколько даже разочаровала. Я думал, что Пинкер хотя бы не так сильно проколется с концепцией чистого листа все-таки. И я надеял, я не знаю, я не думал, что целая вторая часть, то есть две главы, во второй части две главы, что вся целая полностью вторая часть будет посвящена, типа, эмоциям оппонентов. Как бы, у вас большая книжка, и вы просто посвящаете всю главу эмоциональным проявлениям своих оппонентов. Ай, больно, больно, да? Больно, это даже читать больно на самом деле. Притом, в принципе, согласен, что почти все поведение, которое было приведено там, ну, это недопустимое поведение. А те поправки, которые Пинкер вносил по поводу того же комментария к Докинзу, например, ну, это тоже, ну, как бы, а зачем перевирать позицию Докинза? У Докинза и так плохая позиция, зачем ее перевирать? Я шучу. Да. Нет, Докинза реально есть за что критиковать, поэтому перевирать его позицию даже нет никакой необходимости. В этом плане как-то вот так вот оно все устроено. Ладно, друзья. Спасибо вам большое за то, что досмотрели до этого момента. Кто досмотрел, люблю вдвойне сильно. Те, кто не досмотрел... Жестко, короче, наказываю. Наказываю жестко, они об этом, правда, не знают, но я их жестко наказываю, соответственно. Я проклял, проклял смертельно те, кто не досмотрел до этого момента. Те, кто включили это видео и не досмотрели до этого момента, смертельно прокляты. И самое плохое, что они об этом не узнают, пока не досмотрят это видео до вот этого самого момента. Вы понимаете, да? Вот такая вот проблема, да? Смертельные проклятия от шадова, магия, колдовство. В общем, друзья, да. Подписывайтесь на Храм Осьминога Бесконечности. У нас много антисайентизма и прочего всего остального интересного, философии, разбора разных философских концепций. Разбора разных околофилософских и не только видео. В общем, я вас всех люблю, друзья. Спасибо, что подписались. Ладно, проклятие я снимаю. Я снимаю проклятие, не будет проклятия. Проклятие отменяется, не будет проклятия. Ладно уж. Ладно уж, это на следующем видео. Да, не-не-не-не-не, это будет на пятом видео, в самом конце. Я всех прокляну, кто не досмотрел все пять видео. Ха-ха-ха. Вот это подло и злобно, да. Настоящий антисайентист, злодей и чудовище. Чудовище, которое не жалеет своих зрителей и убивает всех вокруг. Ладно, друзья, все. Я пошел, я пошел, я пошел. Всем удачи, всем большое спасибо за то, что смотрели это видео.